Привет, меня зовут Алёша, вы на канале Алексей Ивановский. Как вы поняли, у меня появились новые палочники, новый вид, неожиданный палочник. Его также называют солнечным палочником. Вид этих палочников сунгая, а мой палочник неожиданная сунгая. Неожиданным его прозвали из-за срока яиц. Они могут вылупляться в разные сроки, поэтому его назвали неожиданным. У меня 6 особей L0. По-русскому 0 линьки. Это значит, что палочник ещё не полинял. Также данный вид питается листьями дубов и малины. Давайте-ка рассмотрим этих палочников вблизи. Я давно стал замечать, как вам нравятся эти существа. Они и вправду очень милые. Вы посмотрите на ходьбу одного из палочников. Милота не правда ли? Этих палочников я буду держать ещё в этой коробке. До того момента, пока не появится террариум. Вы можете заметить, какие эти палочники быстрые. Я просто не могу держать их на руках. Они вечно убегают от меня. Но теперь давайте сравним анамских палочников с неожиданными. У меня уже есть 4 детёнышей анамских палочников. И они прекрасно себя чувствуют. Эй, дружок, куда ты убегаешь? Берём анамского палочника. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Вы только посмотрите, разница колоссальная Насколько большой неожиданный палочник и насколько маленький анамский Также усы у неожиданного палочника очень длинные, а у анамского короткие А вот подтверждение, что данный вид палочников очень быстрый Вы посмотрите на этого малыша, он вылез из коробки и долез до моей камеры Утанамские палочники сидят на месте Ну а пока я ловлю беглеца, я вам расскажу немножко об этом подвиде Открытие возникновения 8 сентября 1995 года Оливер Зомбра поймал в Барангай-Сунгай в муниципалитете Телесай-Батангас На филиппинском острове Лусон нимфу этого ранее неизведанного вида Вскоре он умер из-за неудачной линьки во время транспортировки 7 октября 1995 года он находился практически на том же месте, где и подобрал взрослую самку Зомбра обнаружил еще больше самок в 1999 году возле озера Тал на Папаронтиках Самки достигают длины от 8 сантиметров до 8 сантиметров и 5 миллиметров И веса около 5 граммов На конце брюшка у них имеется клювовидный вторичный яйцеклад Типичный для видов обременные, которые окружают первичный яйцеклад Нимфы и свежелинявшие имага в форме известной с 1995 года Очень светлые, бежевые По мере взросления взрослые самки становятся все более темными Бросают в глаза короны шипов на затылке 4 плоских шипа на средней и задней спинке У светлых самок они часто окружены коричневыми ромбовитыми узорами Известные в настоящее время представители вида размножаются партоногенезом Первое потомство выловленных в дикой природе особей Откладывало при относительно крупные яйца в форме амфоры Длиной примерно 4-5 мм и шириной 3-7 мм Примерно каждые две недели группами по 10-12 яиц в земле Последующие поколения откладывали яйца по отдельности во влажную землю Через 4-6 месяцев вылупляются нимфы Длина которых на момент вылупления уже составляет 17 мм Только что вылупившие нимфы, как и только что вылупившиеся взрослые самки Очень ярко окрашены Вся разработка занимает около 3-4 месяцев Ну что ж, данное видео подошло к концу Надеюсь оно вам понравилось Всем богомолей пока До скорых встреч Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok